Игорь Половинкин пришел в налоговую службу за консультацией. Заканчивается срок оплаты налогов и хочется узнать, есть ли какие просроченные долги или нет. У меня на данный момент финансовые проблемы с работой. То есть, то нет. Образовалась задолженность старая, и я ее там не могу никак выплатить. А сейчас еще узнал, что больше платил, чем нужно. Ну, сейчас, может, перерасчет сделаю, все нормализуется. Озвучить свои предложения и задать возникающие вопросы по оплате налогов самарцы смогли на 18-м участке Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы в Куйбышевском районе. Там провели день открытых дверей. На повестке дня вопросы по имущественному, земельному и транспортному налогов для физических лиц. 1 декабря заканчивается срок их уплаты. Самый удобный способ оплатить налоги через личный кабинет налогоплательщика. В нем есть единый налоговый платеж, который можно очень удобно оплатить, не сложнее, чем в интернет-магазине. Тех, кто не успевает по каким-либо причинам исполнить свой гражданский долг, ждут в налоговой службе. В Самаре работает 9 офисов. С 9 утра до 6 вечера. Понедельник, среда, пятница. Вторник и четверг до 8 вечера. Там помогут решить все возникающие проблемы. Заплатить налоги можно через интернет или в любом банке и на почте. Сможем распечатать дубликат налогового уведомления и подключить к личному кабинету налогоплательщика, что является самым простым и оперативным способом уплаты налога, а также общение с налоговым органом. Там можно задать любой вопрос по расчету налога, по объектам налогообложения. Имущественные и земельные налоги идут в местные бюджеты. На эти деньги преображается городская среда. Например, парки, скверы, детские площадки. Транспортный налог поступает в бюджет области. За счет этих средств ремонтируют и строят дороги. По словам специалистов, с каждым годом собираемость налогов в Самаре растет. Это отражается на внешнем облике областного центра и комфортной жизни горожан. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.